Томаш 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 с грязными белёными стенами. И стёртая каменная лестница привела её на второй этаж. Там, в второй двери слева, без таблички без звонка, она остановилась. Постучала. Он открыл. Вся квартира состояла из одного единственного помещения. Первые два метра которого были отгорожены за навески, создавали некое подобие береги. В ней стояли стол с плиткой и холодильник. Пол скрипел. Пройдя за занавеску, она увидела удлинённый прямоугольник окна в конце узкой вытянутой полки. С одной стороны две книжные полки, а с другой — такта и одно кресло. «Кортира у меня крайне простая», сказала инженера. «Надеюсь, это вас не смущает?» «Нет, что...» сказала Тереза. «Плеты на стену, всё забранное книжными полками». «У этого человека нет обыкновенного стола, но зато сотни книг». Это приятно удивило Терезу. И тревога, с которой она всё дошла, немного затихла. С самого детства она считает книгу знаком тайного братства. Человек, у которого дома такая биклятика, не может её обидеть. Он спросил, что может ей предложить. «Вина?» «Нет, нет, вина она не хочет. Уж если что-то такое». Он вышел за занавеску, Тереза подошла к книжным полкам. Одна из книг заинтересовала её. Это был перевод Сафоклова и Димича. Много лет назад Томар дал Терезе прочесть её и долго о ней рассуждал. Потом он изложил свои размышления письменно и послал их в газету. И эта статья перевернула верно всю жизнь. А теперь, глядя на корешок этой книги, Тереза успокаивалась. И казалось, он тот Томарш Мушина оставил её здесь. «Подавайте в знак, что всё устроил он!» Она обещала книгу, раскрыла её. Когда инженер вернётся в комнату, она спросит его, откуда у него эта книга, читал ли он её, и что о ней думает. Этой хитростью она переместит разговор с опасной территорией чужой квартиры в сокровенный мир мысли Томаша. Потом она почувствовала на плече руки. Инженер взял у неё книгу, висло в положение отход, и полёл её в токте. Ей вдруг вспомнилась фраза, и теперь она произнесла её вслух. Но это не моё желание! Однако в этой комнате слова утратили свою логическую силу. Мне даже кажется, они побудили мужчину в большей решительности. Прижав Терезу к себе, он положил руку ей на грудь. Удивительная вещь! Прикосновение стало лишь избавило её от страха. Этим прикосновением инженер указал на её тело. И она поняла, что речь идёт вовсе не о ней, о её душе, а о теле. О теле, которое предало её, которое она выгнала в мир, другим телам. Он расстегнул ей пуговую самоглузку, и дал понять, чтобы остальные расстегнула она сама. Но она не исполнила его указаниями. Она выгнала в мир своё тело, но не хотела нести за него никакой ответственности. Она не сопротивлялась, но и не помогала ему. Душа таким образом стремилась сказать, что она хоть и не согласна с происходящим, но решила оставаться нейтральной. Он раздевал её, и она была почти неподвижна. Когда он поцеловал её, губы её не ответили на его представление. Но вскоре она вдруг почувствовала, что лона её увлажнилась. Она испугалась. Возбуждение, которое она испытывала, было тем сильнее, что возникло против её желания. Душа уже тайно согласилась со всем происходящим, но сознавала и то, что это сильное возбуждение продлится лишь в том случае, если её согласие останется невысказанным. Скажи, она вслух свою, да? Заходи добровольно участвовать в любовной игре, возбуждение осва, ибо душу возбуждало как раз то, что тело действует вопреки её желаниям. Предаю ему. И она смотрит на это предательство со стороны. Потом он стянул с неё трусики, и она засталась совершенно голой. Душа видела голое тело в объятиях чужого мужчины, и это представлялось ей таким же невероятным, как если бы она разглядывала планету Марс, с близкого ей расстояния. освещение этой невероятности тело впервые утратило для души свою банальность. дыша впервые смотрела на него вечерок. на передний план выступила вся его особенность, неповторимость, непохожая. Оно было уже не самым обычным среди прочих тел, каким она считала его до сих пор, а самым необычным. Душа не могла оторвать взгляд от родимого пятна, круглого, коричневого, помещенного прямо над борсистостью лобка. Это пятно казалось ей ничем иным, как печатью, которую она сама, душа, поставила на тело. И в качественной близости этой святой печати двигался теперь чужой человек. А потом взглянув в лицо инженера, Тереза осознала, что она никогда не давала согласия на то, чтобы тело, на котором ее душа поставила свою печать, оказалось в объятиях кого-то, кого она не знает и не хочет знать. Ее наполнило дурманывающей ненавистью. Она собрала во рту свину, чтобы плюнуть в лицо этому чужаку. Но тот следил за них так же жадно, как и она за ним. Он заметил ее ярость и движение его участились. Тереза почувствовала, как к ней далека приближается оргазм и начала кричать. Она противилась его наступлению, а поскольку противилась, задержанное наслаждение долго разливалось по ее телу и находя для себя выход. Оно распространялось по ней в точноморфии преснутой вверх. Она металась в его объятиях, била вокруг себя руками и плевала ему в лицо. Амбуряк. Эй, танцем. Амбуряк. Продолжение следует...